У жителей микрорайона селекционный институт накопилось немало проблем. Люди говорят, коммунальные службы неохотно реагируют на их жалобы. Не должно быть в Одессе окраин города, не должно быть в Одессе приоритетов в работе городской власти, должно быть ровное отношение ко всем жителям города. Вот такую политику мы демонстрируем больше года, с мая месяца, когда меня избрали в Мэрогор. В встрече принял участие и депутат Горсовета от местного округа Александр Шеремет. Жители района обращались с разными проблемами. У нас вот этот навес, когда выходишь в парадный, вот это махина. Я не знаю, как еще до сегодняшнего дня, там никто не погиб. Я просила, установите вот эти боковые две, эти самые, или хотя бы одну подпорку. Ведь это то навесит. По козырьку эта задача есть, ее укрепят. Просто вся наша исполнительная власть, мои помощники, они не успевают за столь короткий промежуток времени сделать большую часть работ мы выполнили. Я знаю Александра Шереметом, проработали мы 4 года в городском совете. Я еще начинал в 1990 году как депутат городского совета. Видел его активную позицию, видел его принципиальность во многих вопросах, его энергию. Практически на каждом аппаратном совещании по понедельникам, в котором не обязательно ходить депутатам, он присутствует. На каждом исполкоме он присутствует. На сессии горсовета выражает всегда свою точку зрения по многим вопросам. Поэтому мне приятно сегодня находиться рядом с Александром Геннадьевичем. Местные жители хорошо знают Александра Шеремета. Я очень довольна. Я была рада, что я увижу Струханова и поблагодарю ему. Я высказала все в своих словах. Не все, конечно, там надо больше. И Шеремет у нас свой человек во дворе. Ой, Шеремет у нас вообще молодец. Вообще молодец. Вы понимаете, вот сколько он у нас депутатам, он всегда обращает внимание и все делает. Все делает. Поэтому мы и с руками, и с ногами голосуем за него. Жители микрорайона считают, что у действующих депутатов горсовета и мэра высокие шансы на переизбрание. Владимир Сухов, Мария Сапкалова, Виталий Прус, Думская ТВ.